Для таких особенных детей, как маленький мальчик Коля, положительные эмоции наравне с действием лекарств, а может даже и лучше. Общаясь с лошадью, он чувствует мир и себя, заряжается энергией и дарит ее окружающим. Ипотерапией мальчик начал заниматься только в июле, но мама уже может оценить результаты. Мы очень довольны, моему ребенку очень нравится эта программа, занимаются ипотерапией, очень нам полезно. Мы с удовольствием ходим на эту программу два раза в неделю. Хочу большое спасибо сказать Екатерине и девочкам-каневодам. Занятия ипотерапией проходят на четырех лошадках. Они разной породы и выполняют разные функции. Однако верховая езда – это не только эмоции. Она делает ребенка смелым, ловким, выносливым, решительным и находчивым. А еще укрепляет мышцы всего тела. Если, например, ребенок спазмастичный, ему трудно разогнуть свои конечности, то на лошади они расслабляются. Если ребенок, наоборот, с пониженным тонусом, когда он едет на лошади, можно сделать рысь, мышцы становятся в тонусе, и ему легче двигаться. Президентский грант на сумму более одного миллиона рублей за год помог реабилитироваться четырем десяткам ребят с различными заболеваниями. Занятия в клубе начали проводить в конце прошлого года. Из-за введенных ограничений на несколько месяцев пришлось сделать перерыв. Сейчас к занятиям вернулись и пытаются наверстать упущенное. Лошади очень хорошие животные. На них можно кататься. Их надо чистить, мыть, причесывать. Также средства гранта пошли на ремонт кровли. Крытый ипподром был в плачевном состоянии. Крыша протекала. Ее полностью покрыли новым материалом. Сейчас занятия ипотерапией и верховой ездой можно проводить в любую погоду. Срок реализации гранта заканчивается в ноябре. Но работники клуба успели подать заявку на следующий конкурс. Правда, теперь у проекта будет другое направление – конный спорт. Детский конный спорт у нас в республике не развит вообще. То есть единственное место, где можно позаниматься, допустим, в пониклубе – это как бы у нас. Соответственно, ни детских соревнований, ни детских каких-то выездов, тренировок больше как бы нигде не проходит. Мы хотим поднять это немножко на более высокий уровень, чтобы дети могли выполнить разряды, поучаствовать в общероссийских стартах. Не только, допустим, по конному конкуру или выездке, но и конный туризм. Конный спорт в клубе развивают своими силами, как могут. Несмотря на трудности, готовят лошадей и наездников на соревнования. На днях собираются в Нижний Новгород. Надежду возлагают на эту белую скаковую лошадку – Кадьяну. Она чувствует ответственность, прилежно тренируется каждый день и готова к стартам. Ирина Герасимова, Владимир Надькин. Народные новости.